Андрей, о чем вы говорите? Вы не правы, кто хотел раскрутиться русскоязычный, тот работает. Вы о чем это говорите? Вообще я не поняла. Вы про Россию или вы про Америку? В Америке все назад уже возвращаются, включая тех, которые через Мексику перескочили. Посмотрите в моем телеграм-канале, вот наш канал Техас и Россия, телеграм-канал, я вчера выставила вырезки из группы русскоязычные в Майами, и там куча целых выписок, вырезки прямо с чата, и что люди без денег сидят, но многие возвращаются уже обратно. Мы возвращаемся, как нам вернуться, помогите вернуться и так далее. Будут ли спрашивать нас на таможне, почему мы были в США, что отвечать. Люди посидели там по год, по два, и они до сих пор ни статуса не получили, ни документов не получили. И работы никакой нет, и всегда тоже доживают последнюю проданную свою квартиру в России. Вот и все. Кем они там работают? Сейчас на мувинге не заработать, то на мувинге работали, сейчас на мувинге уже никто никуда не умывается, в домах перестали люди покупать. Вот. Сокращения везде бешеные по всем корпорациям, включая крупные корпорации, везде огромные сокращения. Прислали 8 миллионов этих мигрантов, перешло через границу, они готовы работать вообще за копейки, зарплаты падают. Кто там раскрутился, где они там собираются раскручиваться? Комментарии. Судя по отзывам людей, живущих в США, овощи сами по себе скорее не вредные, они безвкусные. Ну потому они и безвкусные, потому что они на химикатах выращены вообще, они не на то выращиваются на натуральной земле. Что с тобой? Бабичев опять тут как тут. Кстати, ребята, вы знаете, что Бабичева фамилия вовсе не Бабичев. Он вообще не Бабичев, у него совсем другая фамилия, я теперь ее знаю. Бабичев, короче говоря, раз ты зашел, Бабичев, я не хотела. Про тебя тут вообще на стриме на своем говорить, но я скажу. Бабичев написал слезное письмо Ютубу о том, как он обещается и клянется, что его видео, на которое я кинула страйк, оно его. Верните мне, пожалуйста, я так работаю на всех этих видео, я так стараюсь, я так пошу. Пожалуйста, верните мне этот, уберите этот страйк, верните мне мое видео. Бабичев Ютуб мне написал, что они мне дают 10 дней, чтобы я на тебя подала в суд. Я должна предоставить им копию этого заявления в суд, где должно быть написано, что канал тут самый Бабичев и твое настоящее имя и фамилия, которое, естественно, Ютуб мне переслал. То есть я знаю твой адрес. Бабичев у нас прописан нигде-нибудь, а в Бруклине. Фамилия у него, конечно, никакая не Бабичева, очень интересная фамилия. Вот, ну, я человек порядочный, не буду пока освещать эту фамилию. Вот, ну, в общем, слезно там панел, видео это восстановили, но мне дается 10 дней, чтобы я подала в суд на Бабичева. Ну, я пока еще не подала, я еще думала, Бабичев, у меня время еще есть. Я могу на тебя подать. Я изучаю эту опцию на тему, могу ли я это сделать онлайн, через интернет, потому что я в России. Я не хочу напрягать своих там знакомых, родственников и адвокатов, которые у меня там есть, которые могут пойти и подать на тебя в суд от моего имени по доверенности. Вот, я пытаюсь выяснить, можно ли это сделать технически проще, а с другой стороны, мне вообще настрать на тебя. Вот, видео было удалено, как бы урок ты свой выучил, я думаю, получил свой урок, и оно было как бы заслужено. Я тебе повторяю, что у меня есть время, за которое я могу на тебя подать в суд. Как только я отправлю Ютюбу копию этого заявления в суд, то ты этот страйк никогда больше не снимешь. Я просто думаю, надо ли оно мне. То есть, ты настолько, как бы, ты мне сдался 300 лет, чтобы мне ещё на тебя писать какую-то там, ещё на тебя там свозиться с судом. Это занимает моё лишнее время. Надо ли оно мне или нет? Наверное, не надо. Мне на тебя, как бы, наплевать и подависто этим видео, если тебе хочется. А, 10 дней не прошло, я только что получила этот имел позавчера, так что это, может быть, 10 дней прошло с твоей стороны, но не с момента, как я получила Ютюб, видео от Ютюба, этот имел от Ютюба. Имел от Ютюба я получила только вчера, поэтому у меня ещё 10 дней. А что такое? А какие оскорбления, Бабичев? Какие? Так что мне твою фамилию провозгласить настоящую? Бабичев из, не Бабичев, точнее, из Бруклина, из рассадника еврейской организации. Что там, тоннели евреи понарыли уже в Бруклине? Кого вы там в этих тоннелях мучили? Там, говорят, нашли много детской одежды, много детской обучи, обуви и так далее. Падаль, да, 10 дней прошло. Нет, Бабичев, не прошло 10 дней, но если ты будешь продолжать писать всякие гадости, то я на тебя в суд подам, потому что 10 дней не прошло. Прискакал, я за тебя уже думать забыла. Ну, установили тебе это видео обратно, да, страйк этот тебе сняли. Ну, иди ты живи себе спокойно, нет, тебе надо прийти меня позвить, чтобы она тебя подала в суд, да? Даю тысячу долларов против твоей тысячи. За что? За что ты мне тысячу? О чём спор идёт? Что я на тебя не подам в суд, я не решила ещё, я подумаю. Если мне это будет сделать легко, я смогу сделать в интернете, мне это будет не затратно, я, может, и подам. А если надо быть на месте, то я не собираюсь своих... Он же Шнайдер, да? Ну, типа того. То есть фамилия у него, конечно, не Бабичев. Бабичев, наверное, там по жене. Видимо, жена у него Бабичева, да? Ну, у меня полный его адрес, телефон, имейл, все как бы дела есть бабичевские, да? То есть я всё от Ютьюба, всё получила. Вот. А что тебе у Бога ничего не светит? А что мне от тебя должно светить? Мне на тебя насрать, Бабича. Что мне от тебя светит? Что это видео у тебя убрали? Мне-то от этого что? От того, что его удалили? Я от этого денег не заработаю, то, что твоё видео удалят или не удалят. Буду тебя страйком меньше, страйком больше, мне наплевать. Я хотела, чтобы тебе показать урок, что будешь нести гадости, оскорблять людей, то можно тебе кинуть страйк. И опять-таки, я могу довести это дело до конца, и этот страйк тебе останется. Но мне просто наплевать. Я не хочу тратить своё время. Давай озвучь на тебя, я на тебя подам, ущерб подам. Да подавай! Слушай, Бабичев, я в США судила очень много людей на большую сумму. Ну, в основном по строительству, потому что я строила дом за миллион долларов себе. И судила в своё время строительных контракторов, которые мне помогали. Я как-нибудь выставлю, сделаю ролик, покажу это видео, покажу, как я его строила, какой у меня шикарный был дом. Он сейчас оценен миллион двести долларов, этот дом. Ну, до того, как я уехала в Россию. И я все судебные эти тряски прошла от и до. Я сама подавала в суд, я сама их судила. Одних судила с адвокатом, а всех остальных я судила сама лично, я все дела выиграла. Так я тебе хочу сказать, даже если ты выиграешь какое-то дело, ты эти деньги не получишь никогда, потому что у меня на счетах сейчас денег нет, я все деньги вывела в Россию через криптовалюту. Смотрите моё видео, как выводить деньги из Америки в Россию. У меня на счетах денег нет, и ты не сможешь... Вот имущества у меня, на моё имя, никакого в Америке нет. То есть даже если ты подашь на меня в суд, потратишь кучу денег, заплатишь своим адвокатам, и что ты... за какую клевету? Что я тебя назвала евреем? Или какая клевета? Или что ты видео моё украл? Попробуй докажи, что ты его не крал. Да-да, наплевать. По-любому. В Америке работает система так, что ты ничего не сделаешь. Ты у человека... даже если ты получишь решение суда, у частного лица, ты не сможешь ничего взять. Ты его дом трогать не можешь. Если у него одна машина, ты трогать не можешь. А если ты человек вообще уехал и продал все имущество, и вывел все деньги из Америки, ну что ты получишь? Задницу поцелую, штука, и всё. Это вы просто не видите. Я сейчас поставлю, чтобы вы увидели. Он тут продолжает писать. Комментарии закрываются. Привет, народ. Привет. Пахла наша любимая. Привет. 1200 долларов мало. Да, Россия своих не выдаёт. Да пусть даже он лопнет. Понимаете, пусть он лопнет. Просто я настолько выше него в плане образования, в плане опыта, в плане достатка. То есть я успешная миллионерша из США, с прекрасным английским, выученная, получившая там прекрасное американское образование. Я уже здесь умудрилась сдать. Кстати, ребята, поздравьте меня. Я сдала тест. Вы сами сказали, что вы американка. Ну нет, я сказала, что у меня американское гражданство. Но у меня есть российское гражданство в том числе. Я, естественно, русская по национальности. А товарищ Бабичев отказывается. Он не таджик, он не еврей, непонятно кто. А он говорит, что он американец. Но он и не американец. Потому что американец – это гражданство. Но по духу он вообще не американец. Но по национальности тем более он не американец. Так я к чему? Что я знаю все правила. И Ютуба, и судебная система, как работает. Я очень много денег высудила, когда я строила свой дом. Это самое. То есть я сама знаю всю систему. И меня тут пугать, что я подам на тебя там заклеветую, что-то там отсужу. Ты можешь потратить кучу денег. Ты можешь зафайлить там какие-то кейсы. Можешь что-то там доказывать. И даже если суд вынесет решение, ты эти деньги никогда, никаким путем, никогда у меня не сможешь их получить. Просто так система американская устраивает. Ты можешь подтереться потом этим решением суда, что ты там что-то выиграл. И все. И все. Можешь показать не по интернету это решение суда. Все. Ты даже получишь решение суда, ты не можешь у обычного человека получить деньги никак. Никак. Ты не арестовать счет не можешь его. Если ты знаешь только номер счета, еще можно попытаться, но ты не знаешь номер моего счета. Ты не знаешь, куда приезжать. К тебе домой? Даже если я приеду в Штаты, ничего не произойдет. Абсолютно. Я говорю, я засудила в свое время генерального контрактора, который мне начинал строить дом. Потом мне пришлось его уволить, засудить на 10 тысяч долларов. И кроме меня его засудило еще 10 других человек. Никто деньги не получил с него. Поэтому это бесполезно. В Америке так сделано, что система взыскательная не работает. Ты можешь с таким решением суда потереть себе взаимодействие. То есть нас, я и 10 других человек засудили одного человека. Никто из нас, мы выиграли кейс этот, и никто из нас до сих пор не получил ни копейки. Это невозможно. Понимаете, в Америке получить деньги, особенно если ты живешь в Техасе. В Техасе частная собственность защищена. То есть если у тебя есть твой дом, тебя не могут по судебным искам этот дом забрать. Никаким местом. Потому что человек имеет право жить в этом частном доме и забрать по судебному решению никак невозможно. Машину не могут забрать, потому что человек должен ездить на работу на машине. Вот если у вас есть лишняя машина, например, есть машина, и еще вторая машина, либо есть машина, это мотоцикл, то, может быть, мотоцикл могут забрать. Но если у вас один дом, одна машина, то все, у вас ничего не заберут. В Техасе отсудить невозможно. У меня был наложен, нами, вот нами, 10 человеками, да, когда мы засудили этого контрактора, он не только мне там натворил дел, он других людей вообще на очень большие суммы кинул. Там у них, у меня только 10 тысяч я ему вменяла, а другие люди вменяли ему 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч. В общем, он там, короче, понабирал кучу заказов, и он не смог строить никому дома. Я быстро его вычислила, я быстренько его вышвырнула, и никому ни копейки он не выплатил. При этом я лично положила арест на его дом, арест был на его машину. Невозможно. Если это его личный дом, его личная машина, он его продал, этот дом. Мой арест ничего не значил, совершенно точно так же и машина. Ничего не значит. В Техасе так. Твой личный дом не облагается никакими претензиями. Твоя личная машина не облагается никакими претензиями. Можешь продавать, на арест наплевать, только деньги потратили на этот арест. Поэтому, Бабичев, делай, что хочешь, на тебя наплевать. Мне на тебя наплевать. Я в сугибной системе поварилась. Давай проверим, приезжай. Нафига я буду к тебе приезжать? Чё, больной, что ли? Вместе с теми агентствами, которые ты очень заинтересовала. Я сам тебя в аэропорту встречать буду вместе с теми агентствами, которые ты... Бабичев, кому ты всрался? Ребята, я извиняюсь, я потом забикаю. Кому ты всрался? Со своими агентствами, не агентствами. Такер Карлсон съездил в Америку, в Россию, взял интервью у Путина, обосрал Америку, обосрал Байдена, назвал Байдена, сыночка там вообще козлами конченными. Сказал, что Зеленский вообще клоун, приехал назад в Америку и уже проводит видеостримы, интервью и так далее. И ничего с ним не произошло. А тут я какая-то бабичево скорбит. За мной заинтересуется, ФБР. Ой, я уже, кстати сказать, видео записывала с Федором, я уже критиковала Америку, после этого я возвращалась, я была в Америке в то время, когда я видео записывала с Федором. У меня было уже два, да, вот это длинное видео, полностью критика все США, я была в Америке в это время. Ну и что? Все критикуют США. В США еще, слава богу, свобода слова, еще не закрыли. А мне твои вот эти угрозы пройти, мелкие, это просто смешно. Так, что мы тут пишем? Андрей, вот я правильно сказала, что у вас два гражданства. Да, у меня два гражданства. Бабичу, пахва, пахва, Бабичу машину нельзя арестовывать, как он работать будет. Я не знаю, как Бабичу будет работать. Мы до сих пор не знаем, кем работает Бабичев, да, то есть у нас как бы до сих пор неизведанный вопрос, кем работает Бабичев. Всегда вот Дмитрий, не Винни-Пуха, он думал, что он таксист. Сам Бабичев себя много раз в видео называет, что он прораб. С учетом того, что Бабичи не знает вообще английского, значит, что он не может вообще работать ни на какую американскую компанию, ни на какую-нибудь крупную, ну, какую-нибудь хорошую. Значит, образования американского у него нет. То есть, я думаю, что он либо у евреев работает каким-нибудь действительно там подручным, у евреев, либо может быть прорабом со строительными какими-то работами. Вот это вот потолок его мечтаний. Ты себя статером равняешь. Тогда я тобой не занимался. Так что приезжай, проверим свободу слова. Приеду, приеду. У меня дочка выходит замуж в апреле. Я приеду. Но ты мне нахрен не нужен. Я лечу турецкими авиалиниями. Турция, Стамбул, Даллас. Так что приезжай, Даллас, встречай меня. Ага, Бабичеву любовью. Ему, наверное, с женой плохо. Или у жена как-то там плохо выглядит. Я не знаю, я тут цвету в Краснодаре, потому что в Краснодаре всё очень недоступно. Природа, погода, фрукты, овощи. То есть я тут просто расцветаю. Я тебе говорю, в апреле свадьба у дочки, я приеду на свадьбу. Дату точно мне ещё не сообщили. Как сообщат, я тебе сообщу, Бабичев, лично. А ты приедешь, Даллас меня встречай? В Далласик, кстати, сказать, ребята, я знаю самого губернатора штата. Грэг Аббот, наш губернатор. Я помню, что я когда сказала у Царевича, что я знакома с губернатором, там подняли вой. Ой, да она там его знает, там видела его лично, там просто где-то там видела. Нет. Я член, значит, республиканской партии, именно в нашей каунте, нашего графства. И в этом графстве, я, конечно, извиняюсь, что я отошла немножко тему, но давайте, как бы я люблю иногда поболтать вот так вот отвлечённо, раз уж затронули. Значит, там такие, как бы старые деньги, у них там гольф-клуб, теннисный корт, там такое всё. То есть люди живут очень состоятельные, которые там всякие разные бывшие полковники ЦРУ, бывшие там полковники армии, вот такие, они уже там старенькие, все там 70 лет и старше, вот такие божьи одуванчики. И у них там вот эта вот самая-самая консервативная ассоциация вот этих республиканцев. И я как-то случайно пошла, была вечеринка в честь дня рождения Линктона. У Линкольна день рождения, ну его по-американски называют Линктон. Они не говорят Линкольн, они говорят Линкольн. Линкент. В общем, я пошла на день рождения этого Линкольна. Это было в старинном ранчо. Может быть, помните сериал «Булдаллас»? Вот когда был сериал «Даллас», там есть такое ранчо, огромное ранчо, и на ранчо происходит действие. Я жила от этого ранчо два квартала. Я каждый день мимо него ездила на работу. Это вот сериал «Даллас», помните там та-та-та-та-та, там такое вот было. Вот там показывают центр «Далласа», там вот эти вот небоскребы, и ранчо. И в основном все происходит на ранчо. Оно до сих пор существует, то есть реально там лошади есть, и все там, все в том же самом стиле, как в этом сериале все сделано. И там было, там республиканцы отмечали день рождения. Вот, и короче говоря, я туда пришла, и там познакомилась с такими старичками, у которых оказывается вот это вот, этого графства, значит, где самое-самое красное, самое республиканское, самое консервативное место, где там все голосуют только за консерваторов, за республиканцев, ну, всю жизнь, всю жизнь. И оказывается, поскольку это такое основное звено в политике Техаса, приезжали туда всю жизнь все. Буш первый, там старший, Буш младший, там Трамп, все, кто не попадет, туда приезжают, чтобы дать вот эту предвыборную кампанию там начинать. И приезжал туда Аббат, и приезжал туда Кен Пакстон, это наш аторния дженерал, это как главный прокурор штата. Он приезжал, его жена Энджела Пакстон, на нем этот, сенатор, она техасская, они живут в моей аккаунте, то есть я живу рядом с их домами, я их знаю лично, у меня куча фотографий с ними, у Анджелы, Анджелы Пакстон, жена нашего прокурора, у нее есть группа, такая маленькая группа, куда она приглашает только таких вот избранных людей, чтобы мнение озвучивать о новом каком-нибудь законе. Я в этой группе, то есть она попросила мой имейл, мой телефон, ее секретарь со мной связался, меня добавили в группу, и каждый раз, когда у нее очередной они готовят какой-нибудь закон Техаса, мне приходит сообщение, что будет зум-конференция, с нашими сенаторами техасскими, наш Тед Круз приезжал туда, то есть я с ними общаюсь лично, то есть не просто там я его видела где-то там, мы с ними баримся в этом деле, нас приглашают в этот вот в конгресс Техаса, мы ездим на экскурсии в этот конгресс, а там ужин был, то есть я сидела за одним столом с нашим прокурором, я сидела, ну не с Аббатом, не за одним столом, а рядом, и с Аббатом я сказала, я говорю, я представитель нашей русской комьюнити, мы вас полностью поддерживаем, вот, и он так обрадовался, представляете, он пошел на сцену, а мы дальше сидим, ужин был, то есть там все дорого-богато, там накрывают столы, там не просто приезжает губернатор, а там все по высшему разряду, то есть там столы ломятся, там явствами и так далее, и вот мы сидим там, я взяла подружку, взяла билет подружке, а я член, то есть я плачу членские взносы, я туда прихожу, вот, и вот Аббат заходит на сцену, начинает там разговаривать, там т-т-т, и он говорит, это было в том году, перед тем, как выборы были, у нас были выборы губернатора в прошлом году, и он говорит, вы знаете, я вот только что встретился с девушкой, вот Джулия, она, значит, русская, и я хотел сказать, что вот посмотрите, вот разница между нелегальными иммигрантами и легальными иммигрантами, человек легально прибыл в страну, человек легально здесь находился, получил все документы, а вот есть нелегалы, которые лезут, которые идут, и вообще есть демократы, которые ненавидят нашу страну и не считают ее хорошей страной, и, в общем, давайте ей поаплодируем за то, что она про консервативных взглядов, за то, что она пришла, нас поддерживает, в общем, все издал встал, начал мне там аплодировать, ну, в общем, прикольные такие ситуации, как бы, да, случались в моей жизни, то есть, ну, я после того с ним еще общалась, но мне было просто как, весь зал встал, наверное, человек 200 было, потому что в зал не влезали, там огромный актовый зал, они открыли двери и посадили людей в коридоре остальных, остальные люди сидели там, но в общей сложности, наверное, то есть, человек было 200 в этом зале, и там уже, которые не влезли, там сидели уже, там вот вообще в вестибюле, я думаю, там, наверное, еще человек 200 сидело, вот, и он говорит, давайте ей поаплодируем, то есть, то, что она вот пришла, она нас поддерживает, она как бы про консервативных взглядов, про республиканских, в общем, весь зал встал, начал там аплодировать, ну, а так я хожу, как бы к ним, ходила пока я там была, на все собрания, то есть, там раз в месяц собрания, заранее сообщают, какая будет тема, приезжали все, и бывшие сотрудники ЦРУ, и наши все сенаторы, и наши шерифы приезжали, наши судьи, то есть, я в Техасе знаю всех судей, потому что судьи все члены этого, нашего маленького, такого сборного, как бы там, республиканское, нашего, и все судьи, наши каунти, поэтому, бабичи, если я хочу подать на тебя суд, я подам на тебя суд, это не проблема, судьи тоже перезбираются, если вы не в курсе, в США судьи тоже перезбираются, то есть, судьи, это выборная должность, не назначаются, и они подаются снова на перевыборы, периодически, там, по-моему, на три года судьи выбирают, и нужно, иначе выбирать, и каждый раз приходили судьи, когда у них очередная предвыборная кампания, я с ними лично знакомилась, мы сидели за одним столом, мы кушали там, выпивали, то есть, там, это все такая тесная кампания, у кого там учленство в этом клубе, то мы там варимся об одном, но это, самая считается красная республиканская, то есть, это каунти, графство, это никогда в жизни не голосовало за демократов, вот, нет, ну да, это Санта-Барбара есть, но еще есть, был, я чат читаю, но еще был сериал «Даллас», посмотрите, если не помните, как раз развал Советского Союза был в конце 90-х, я заканчивала университет, по всем каналам, это был первый американский сериал, по-моему, он шел сразу до Санта-Барбары, Санта-Барбара уже после него, но сериал первый был «Даллас», и там вот на ранчо дело происходит, я говорю, я жила, я была настолько в шоке, что я помню этот сериал, я Даллас знала по этому сериалу «Даллас», и тут я приезжаю, и я живу буквально в двух кварталах от этого ранчо, в этом сериале, который в сериале «Далласа» показан, я вот в следующий раз буду делать этот, как его, а может быть даже сейчас покажу вам, так, давайте сейчас посмотрим, так, вот мы на Ютубе находимся, да, ну давайте вот я сейчас прям покажу вам, сериал, сериал, «Даллас», вот сериал «Даллас» заставка, давайте посмотрим, вот это ранчо, вот это ранчо, да, сериал написано, смотрите, сериал был, начался в 78-м году, закончился в 91-м году, это вообще очень длинный сериал, он долго-долго был, и вот это вот ранчо, где он сейчас скачет на лошади, я жила на этой же улице, где это ранчо, буквально там 2-3 квартала оттуда, 5 минут езды, вот так и осталось, вот точно, и там сейчас, какие-то туристов запускают, это считается, ну такой, знаете, знаменитостью «Далласа», и туда приезжают экскурсионные автобусы, и туда зайти можно, и вот там вот республиканцы каждый год отмечают день рождения Линкольна, Линкольна, там огромные у них есть такие, как вот, и свадьбы там делают тоже, и у моей дочки, у моей дочки, был там выпускной, то есть выпускной, там школа находится рядом с этим ранчо, школа нанимает у них, ну, арендуют, павильоны, там есть огромные большие павильоны, и в этих павильонах школьникам накрывают столы, фуршеты, и там они отмечают выпускной, и делают салюты, сейчас я покажу, как вход выглядит, вот, вот, вот это, вот так оно так и выглядит, а вот эта дорога, вот с этой стороны, вот, вот эта дорога, я по ней ездила на работу каждый день мимо этого ранчо, вот это ранчо, смотрите, вот это ранчо, дом сам, оно не изменилось, вообще, мало того, там мебель, осталась та же самая, которая была, вот, меблировка, у Юли просто очень быстро речь, как у многих испаноговорящих, нет, у нас на Кубани быстро разговаривают, распевать не проблема, нужно просто внимательно слушать, нет, я иногда увлекаюсь, ребята, это правда, я иногда увлекаюсь, я могу начинать тараторить и быстро разговаривать, это у нас семейное, да, я извиняюсь, но это ранчо, оно осталось точно так же, как оно есть, и когда там проводятся какие-нибудь мероприятия, то запускаю туда, людей пройти, посмотреть, как внутри, то есть, осталось все, как при сериале еще было, допустим, пусть Бабичев посмотрит, как нормальные американцы живут, а он живет просто, понимаете, в кругу, в своем замкнутом кругу, евреев, он не знает, как люди, то есть, я живу, как, ну, смешанная жизнь у американцев была, всегда, ну, наверное, потому что муж американец, дети, как бы там, да, сын американец у меня, и я вот в этой, как бы, кругу, ну, как вот они живут, и я с ними, крутилась, он этого даже понятия не имеет, он ничего не знает, он начинает сейчас рассказывать, что можно засудить, что-то отсудить, Бабичев, пойди отсуди, пойди засуди, ты никогда в жизни не увидишь этих денег, судебная система в Америке не работает. Сериал был очень популярный, то есть, что, посмотрите, он очень долго шел, до 78-го года, до 91-го, я говорю, что я помню, я в университете еще училась, этот сериал шел, и я закончила университет в 92-м, а в 87-м я поступила, и, соответственно, еще вот в конце 80-х, 90-х я еще училась, и я помню, что Даллас шел до, ну, или Санта-Барбара шла до Далласа, вот, ребята, я сейчас не помню точно, но в университете, когда училась, шел Даллас, и неудивительно, видите, он и шел как раз до 91-го года, и для меня Америка, она вообще ассоциировалась, она ассоциировалась для меня именно с вот таким сериалом Далласа, и кто бы мог подумать, что я буду жить там, на одной улице с таким ранчем, вот как смешно жизнь повернулась, да, так, а что там бабичи у нас, может вам рассказать, как на американское гражданство можно насосать, не знаю, как можно бабичи насосать, замуж можно выйти, и все, а ты, наверное, насасывал, мы что-то евреи насасываем, а вот это, замуж выходите, и все, не надо ничего насосывать, так, тот самый бабичи, вот так, давайте, ребята, тут у нас пошли комментарии, да, ну да, я же говорю, бабичев, наверное, просто много про это знает, он может нам рассказать, как он гражданство получил по еврейской программе, вот, а по семейной эмиграции ничего не надо делать, выходи замуж, показывай сведерство о браке, и все, никаких проблем, ну, надо быть замужем, три года минимум, от трёх до пяти лет, нужно быть замужем, и доказывать, что брак был действительный, то есть, ну, мы пришли с ребёнком, да, когда я получала документы, мы просто пришли с сыном, сыну тогда было, там, три годика, по-моему, вот, ну, и всё нам как, законный брак, или незаконный, ну, вот мы с младенцем приходим, ну, брак законный, сын у меня, конечно, ребята, красавчик, я надеюсь, когда он приедет, вроде бы, как мы надеемся, что в мае он приедет, я его, ну, поснимаю его, я хочу Москву ему показать, может быть, в Сочи, в Краснодар, надеюсь, что получится приехать, ну, как, не надеюсь, а приедет он в Краснодаре, но будет маленькое время, у него две-три недели, мы пытаемся, как бы, всё впихать в одно, ну, в одно место, как бы, я его поснимаю, у меня сын просто, он настолько, прямо такой, вот, славянской внешности, у него такие, тёмно-русые волосы, зелёные глаза, вообще, очень красивый парень, очень умный, то есть, у него сейчас куча изобретений, он там, что-то там изобрёл, как очищать, как очищать от атомных отходов, воду, от батарей каких-то там, и он хочет запатентировать, он говорит, я знаю, этого патента нет, я хочу это сделать, он мне говорит, мама, в России есть ядерные там, какие-нибудь заводы, или атомные там, заводы какие-нибудь, потому что это очень им бы подошло, я говорю, в России как раз и есть заводы, атомные энергостанции, как раз в России есть, то есть, ты, говорю, нам прямо тут, в тему, это, говорю, в Германии там, позакрывали свои атомные автонные станции, а тут они все прекрасно работают, поэтому, давай, приезжай, изобретение здесь, свои патенту и в России, и не надо тебе там нигде ничего патентировать. Ага. Представляете, пишет скотина такая, что ты достойно свои подписут, они такие же ублюдки. Бабичев, да все мои подписчики, а не все у тебя подписчики. То есть кто-то отписался, но большинство людей подписаны и на тебя, и на Царевича одновременно. Почему ты их называешь ублюдками? Вот конченые. Представляете? Такой жалкий. У меня несчастных подписчиков там всего там ничего. Ко мне заходит на стрим там всего ничего. Нет, он заходит и что-то там выписывает. Бабичев, наслаждайся своей популярностью. У тебя там тысячи подписчиков. У тебя там какие-то поклонницы, которые бегают у меня под каждым видео гадости какие-то пишут. Чего ты ноешь? Чего тебе не хватает? Какая-то ущербность у тебя или что? Или тебя бесит, что какие-то женщины могут быть успешнее, чем ты, миллионерами и в Америке прижиться прекрасно с республиканцами и так далее. Я не знаю, что тебя выбешивает. И в России гражданство, представляешь, сохранило. И в России родственники, и семья, и друзья меня тут прекрасно принимают. И как бы надо быть просто человеком, бабичек. Надо быть человеком. И тут, и там, и ты будешь как бы везде. А ты такой не туда, не сюда, не сюда, не туда. Вот к тебе такое отношение. Так, кем бы он ни был, он очень смешной, потому что жалкий. Ну, я согласна. А почему мастер не прав? Андрей, почему мастер не прав? Ну, жалкий. Ну, представляете, у него тысячи подписчиков, он приходит ко мне на какой-то мелкий канал, никому неизвестный, и пишет постоянно какие-то гадости. Мало того, он в прошлый раз еще выкидал мне донаты, чтобы гадости про меня написать. А, ну да, мастер, тогда, значит, ты не член, ну, не подпису-то его, да, то есть, раз не был подписан. Подписец. Вот тут ненормальный человек. Ну, и вы. Я вам показала сериал «Даллас», да, и вот я хотела рассказать, что, как я познакомилась с губернатором, и как я познакомилась с нашим аторнией дженерал, и Кен Пакса, он сейчас очень известен, потому что он единственный, который постоянно Байденовскую администрацию судит. И он сейчас подал на него Верховный суд, на всю администрацию Байдена за вот эти границы, которые открыты границы, что туда лезут кучу этих мигрантов, да. А Аббат, он закрыл границы, то есть все, которые шли через Техас, они сейчас пройти там не могут. Сейчас пошел поток на Калифорнию, то есть Калифорния сейчас их запускают и дают бесплатную еду, и бесплатную медицину, и все, что угодно. Поэтому набирают туда русскоязычных переводчиков, потому что Калифорния не успевает обрабатывать дела вот этих вот русскоязычных, но это я имею ввиду русскоязычных, это бывшего Советского Союза, и они поэтому набирают медицинских переводчиков. Плавно переходим к тому, что я хотела вам сообщить радостную новость. Если вы видели мое предыдущее видео, я рассказывала о том, что я нашла работу, это американская компания, которая готовит медицинских переводчиков, работа идет дистанционно, но для этого нужно сначала было, чтобы восприняли на обучение, нужно было сдать тест по английскому с очень хорошим баллом. Когда вы сдали, две недели идут занятия, каждый день изучается новая система, то есть там пищеварительный тракт на английском, там вся терминология, потом, допустим, там женская система, терминология мужская система, там кровообращение, там герматология, кардиология и так далее. Это все изучается две недели, потом идет третья неделя, идет начало внутренний экзамен, то есть эта компания вас тестирует, уже идет перевод, то есть вот врач по-английски говорит, а пациент по-русски, и ты должен перевести и начать перевод через три секунды, то есть он перевод, допустим, человек говорит целый параграф, ты должен запомнить этот параграф, что он говорил, перевести для себя это на русский язык, и тут же это пациенту перевести на русский. Пациент отвечает на русском, переводишь на английский, да, то есть думать нельзя долго, то есть три секунды ты должен начинать переводить. Те, кто, значит, была группа 25 человек, вообще параллельно три группы были по 25 человек. После окончания внутреннего теста нас осталось в каждой группе человек по 15, и потом нас отправили на алтотест, алтотест это сертифицированное American Language, language, что-то там, тест еще какой-то, забыла, что там И означает, и они дают сертификат, то есть ты получаешься сертифицированный медицинский переводчик, это уже повышенная зарплата и так далее, тебе могут принять, работать, ну, в любой англоязычной стране, плюс, соответственно, в Америке, соответственно, совершенно другие там расценки. Вот, и у нас, представляете, из вот этих вот оставшихся там 16 человек, которые из группы остались, прошли алтотест, девочки и мальчики, только 6 человек, причем, прикиньте, из этих 6 человек трое нас было русских. Ну, там двое ребят, они как бы из Украины, да, но они русские, то есть у парня русское имя и фамилия, Роман Павлов, да, девочка Катя из Николаева, которая сейчас в Польше находится, она в 2 языка сдавала, русский и польский, Роман сдавал русский язык. Вот, то есть нас трое, представляете, из такого количества людей осталось только 6, которые прошли, сдали тест, и из 6, трое русских. Потом двое было девочек-китаек, но они из Гонконга, они из Гонконга, они, то есть они говорят, мы английский учим вообще с рождения, с самого детства учили английский, поэтому они сдали. Ну, у них акцент все равно есть, вот, но они не знали медицинскую терминологию, но они сказали, что в Гонконге мы учим язык самого рождения, то есть у них был хороший английский. И один парень турок, Бабак, он сдал. Вот, поэтому, причем у меня, у Романа и у Бабака самый высокий был бал, и нас отправляют на вип-клиентов. Это цирк, то есть нас отправляют на вип-клиентов, мы не будем переводить обычным клиентам, мы будем переводить вип-клиентам. Вот, так что вот поздравьте, вот такое у меня достижение очередное, то есть за что бы я ни боролась, я везде достигаю успеха. Вот. Особенно в плане английского языка, оказывается, что все было неплохо. Так, читаю комментарии. Почему у тебя на стриме 12 человек? Да, Бабича, ну, ты ж популярный, ты ж-то популярный, а я-то вообще никто и зовут меня никак. А чё ты у меня на стриме, Бабича? Чё ты ко мне вообще заходишь на мой там вшивый стрим? Уборщицы взяли, да, да, меня взяли уборщицы. У меня американская MBA, да, это Master of Business Administration, да, то есть у меня американский диплом MBA. И в России у меня мастер-дегрей в математике, в теоретической математике. Я преподавала в университете, ребята, в статистику и высшую математику. И у меня уборщицы взяли. Бабича у меня дом в Далласе, который я продала, миллион двести долларов дом стоит. Сиди уже, таксист сраный, ой, господи, я не могу. Вот, так что просто Бабича, беженый тролль, да. Да, миллионерша перевела крипти и устроилась на работу на Ютьюбе. Ну, что, на Ютьюбе там у меня ничего не... Ютьюб-то российский, вот ты же знаешь же, Бабича, что не демокизм... У меня донаты только от тебя, Бабича. Никто ещё не кинул ни одного доната, порадуйся. Только ты один, Бабича. Больше никого. Вот, но я хочу донести до людей, то есть у меня вот это вот интервью с Фёдором, оно меня подвигло на то, чтобы рассказывать людям правду, что происходит на самом деле в США, вот. Особенно те дурачки, которые продолжают через вот эту границу открытую просачиваться в Америке. Потому что слушают такого идиота, как Бабичев, который рассказывает в Америке же, «О, мы какие сильные, у нас армия, у нас там право сильного, мы там такие». Бабичев, иди, засуди меня, посмотрим, сколько ты получишь. Даже Ютюб говорит, пришлите нам просто копию этого, что вы подали в суд на Бабичева, мы ему страйк оставим на всю жизнь. Насколько просто с тобой бороться, Бабичев. Если ты знаешь закон, если ты знаешь систему, я систему знаю досконально. Американцы у меня спрашивают совета, как те или иные вопросы делать. Я своему мужу рассказываю порой, что нужно сделать. Потому что он как американец, он даже не знает, как эту систему можно кракнуть, понимаете. А у нас русская смекалка, мы сразу видим, где можно как-то повернуть, что там сделать, чтобы в свою пользу всю провернуть. И сколько раз я мужу подсказывала, сколько моментов, что кучу денег он там либо сохранил, либо заработал. Потому что я ему даю правильные финансовые и умные советы. А ты такой, Бабичев, вот как ты ездишь на свои... Если не твои подписчики, Бабичев, ты никто, зовут тебя никак. Я без канала, с маленьким количеством подписчиков, без донатов. Я прекрасно живу, работаю, существую. И заработала себе, в принципе, уже достаточно. Просто я не хочу сейчас заставать свои запасы и их тратить. Все равно я сижу тут, ничего не делаю. Почему бы мне не попереводить по интернету там 2-3 часа в день для того, чтобы себе на кофе начать сходить покушать с подружкой. Потому что я себе на пенсию уже заработала. Ну, завидует, конечно. Бабичев, позоришься. Ну что ты, как я не знаю. Ну что, за тебя ж стыдно на самом деле. Вот. Ну ладно, ребята, как бы про меня все, да. Я как бы вам в момент рассказала, да. Порадуйтесь за мои... Я сама просто удивилась, что я смогла сдать. Я-то думаю, что в моем возрасте уже память-то уже не та, понимаете. Уже ты не запоминаешь так. Я только что рассказывала про дистанционно, что я дистанционно в Краснодаре нахожусь. Американская компания меня нашла, потому что у меня написано Россия, ну в этом, в резюме. На английском было написано, что Россия, Кубанский госуниверситет, Россия. И работала последнее место работы в России компания Кока-Кола. И они меня нашли на LinkedIn. Есть такая сеть, как у вас вот этот HH, да, вот это вот, headhunter.ru. В Америке самая большая система, работа нетворковая, да, называется она LinkedIn. И на LinkedIn ко мне мне написали с агентства, которое вот набирает переводчиком медицинский. Говорят, вы, говорят, русская? Я говорю, да, они говорят, у нас вот сейчас огромный стоит запрос на русскоязычных переводчиков. Вы не хотите, ну, я говорю, да я слов не знаю медицинских по-английски. Ну, какие-то знаю, но досконально, конечно же, я не знаю. Но в баксах больше тысячи долларов, если работать так, вот поплывая в потолок. Если работать поприличнее, то есть там, допустим, полноценный рабочий день, то около трех тысяч долларов получается. Многие-то платят, сейчас я вам скажу. Ну, как же это посчитать? Ну, где-то 25 центов в минуту. Сейчас посчитаем, сколько в час. Ну, получается, это для начала. Они там каждые 2-3 месяца смотрят, значит, как вы работаете и делают пересчет. То есть вы можете расти с этой компанией. А кроме того, можно же уйти в другую компанию. Главное сертификатик получить, да? Так, сейчас посчитаем. 0,25 в минуту умножаем на 60. У меня что-то с этим. 0,25 умножаем на 60. Ну, 15 долларов, да? 15 долларов, грубо говоря. Чего-чего? Господи, бабичи, что ты там позоришься? Какой-то дрябедень пишет. Anyway, то есть 15 долларов – это для начала. Потом через 2-3 месяца они делают эвалюэйшн, проверяют, как вы, значит, работаете. Там, соответственно, фидбэк вы получаете от клиентов. Ну, допустим, если вы переводите для госпиталей, то это доктора. Они будут говорить, насколько там вам нравится ваш перевод, ваш профессионализм и так далее. Если нормально, то повышают. В Америке за эту же работу платят минимум от 25 долларов. Есть и 40 долларов. А если вы еще получаете секрет клиренс, то есть вы можете получить клиренс, это проверяют ваш бэкграунд, что у вас нет никаких криминальных там вещей и так далее. Вы можете работать на такие, как бы, ну, переводить для, например, там полиции, допустим, да, можете переводить. Можете переводить для государственных, там, для сенаторов для каких-то можете переводить. Для конгресса, там, допустим, Техаса можно переводить. То есть для государственных, то там вообще, там и 40, и 50 долларов в час. Это такое. Но это нужно получить вот этот вот клиренс, то есть security клиренс. Да, английский у тебя просто прелесть. Да, английский у меня, Бабичев, отличный. Это ты не знаешь, что такое пенанцело. Не мог даже, это самое, ответить, перевод, что такое пенанцело. Даже не знал, что это такое. Видео с Белой Русью, видео, там, этот украинец с Белой Русью. Говорит, Бабичев, ты 30 лет живешь в США? Он говорит, да. Ты, говорит, американец, Бабичев говорит, да. А этот, говорит, блогер, этот Белая Русь. Или Киевская Русь, или, по-моему, Киевская Русь, не помню какая. Киевская Русь. Он говорит, Бабичев, говорит, что такое пенанцело? А Бабичев упрыгнулся. Он говорит, ну, скажи, говорит, ответь, что такое пенанцело? Переведи. Бабичев не смог перевести. Так что, Бабичев, сиди уже. Если бы я на MBA не поступила, то тогда бы мог сказать, если бы я поступила на MBA, нужно проходить экзамен на английском. Поэтому без знания английского тебя просто в университет американский не возьмут, где лекции проводятся на английском языке. Так, что еще? Так, Бабичева отправляем. Да, ребята, как бы на этом, ну, давайте про толстых закончим, да? Тут немножечко осталось. Я к чему хотела сказать про толстых? То, что он рассказывает, что еда плохая, а что насчет пенсии у вас? Ну, у меня пенсия уже заработанная, надо как минимум 15 лет проработать, я их уже проработала. Вот, а на самом деле пенсия так считается. Чем ближе к пенсии, чем ты больше зарабатываешь, тем больше ты будешь пенсию получать. Вот, например, мой муж, он будет получать больше 3000 долларов пенсию, где-то 3,5. Потому что они ее еще индексируют. Там же у нас инфляция сейчас в США идет. Соответственно, пенсию периодически индексируют. Тут они перед Новым годом, по-моему, добавили по 400 долларов одноразово. Забыла, я вам еще с ним обсуждали этот момент. Или 800 долларов одноразово. А потом еще добавляют там в месяц то ли это 100, то ли 200 долларов. То есть индексация. Но вообще мой муж будет получать очень хорошую пенсию, он будет получать больше 3000 долларов. Но это очень хорошая пенсия. То есть это надо зарабатывать ближе, ну, выше 150 тысяч долларов. То есть ближе к 200 тысяч долларов. Зарплаты, я хочу сказать, что большие. У меня в семье у всех большая зарплата. У меня дочка, она работает региональным финансовым менеджером в Амазоне. Сейчас она в командировке как раз в Орландо находится. У нее больше 250 тысяч зарплаты. Вот, так что... Да, я в Краснодаре, да, я в Краснодаре. Но и к тому, что имея американскую пенсию, можно, конечно, в Краснодаре жить прекрасно. Я понимаю, что на краснодарские зарплаты вы как бы особо не наживетесь. Но тем не менее у меня все друзья очень состоятельные. Не знаю там, сколько у таксистов пенсия. Вы знаете, это хороший вопрос, какая пенсия. Значит так, 3 тысячи долларов, это считается крутая пенсия, да. Ну, это кроме того, что у вас там, допустим, еще сохранены там какие-то там наличные. Допустим, сохранены какие-нибудь еще там, ну, не знаю, золото, серебро. Там, недвижимость, земля, какая-нибудь там, антиквариат. У меня же, вы знаете, дача еще в Оклахоме есть. Бабичу, она не на меня оформлена. Так что зуб не дачи, у меня дача на дочку оформлена. Даже там ничего не сможешь получить. Там у меня 53 акра земли. То есть, у меня еще куча земли на случай ядерной войны. Мало ли что, пусть будет. Вот. То есть, я распыхала как бы средства там-сям. А еще у нас на мужа оформлено 80 акров в Восточном Техасе земли. Там раньше с домиком тоже с небольшим. Вот. Ну, и к чему? Знаете, еще ребята часто говорят, что типа уезжают из Америки лузеры. Вот они, значит, там в Америке ничего не добились. Они развернулись и уехали в Россию. Сейчас не та ситуация. Кстати, у нас вернулся, сдался Алекс. Парень зовут Алекс. С женой, с младшей дочерью вернулся. Он наш подписчик, мой подписчик. Алекс, если ты будешь смотреть, привет тебе. Мы с ним уже созвонились. Они уже в Москве. Вот. Значит, они уехали, выиграли грин-карту Бабичев. Даже не надо было ничего рассказывать про Америку и про Россию. Люди выиграли грин-карту в 2017 году. Приехали в Техас. Жили, 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 жили в Техасе. И они поняли, что как бы все рушится. Америка, которая была в 2017 году, просто рушится. Вот. И они собрались. Старшая дочка тоже заканчивает там колледж. Она осталась. А они уехали, вернулись. И он мне уже звонил из Москвы. Они уже приземлились. Они уже в Москве. Вот. Он мне звонил. Мы с ним, скорее всего, запишем интервью. Мы с ним договорились, что будет интервью, наверное, классно. Тем более, мы жили там, ну, как бы, очень близко друг к другу. И мы, я хочу его мнение. Потому что он мне сказал, что его мнение полностью совпадает с моим. Страна рушится. Ее разрушают либералы. Такие вот идиоты, как Бабичев, которые ни черта не занимаются американской политикой. А себя только, это самое, троллят украинцев. И считают, что в Америке все прекрасно. Открытые границы. И он сказал, что последняя капля была, когда девочка пришла, младшая дочка пришла со школы. Это в Техасе, в консервативном штате. И сказала, что в школе, в школе, они говорят, ну, что скоро жениха заведешь. Почему жениха? Нам в школе сказали, что с девочками тоже можно жить и семью создавать. И на этом месте, они сказали, это была последняя точка. То есть, мы, говорит, больше тут не хотим находиться вообще. Кроме того, что просто криминал. Ребята, вот у меня сын, мы, значит, там, квартиру снимаем ему там, да. Он, причем молодец, так он половину платит за квартиру сам. И за свое обучение платит. У меня сын просто золото вообще. Вот весь в маму. Весь в маму пошел. Вот. И это самое. Приходят каждый день какие-нибудь фигни. Такого раньше в Америке не было. Вот, понимаете, какой криминал. То есть, запустили вот этих иммигрантов с такими открытыми границами. Приходит сообщение такое, что не забывайте машины свои закрывать. У нас участились взломы машин. У нас угоняют машины. Машины крадут. Представляете? Потом, значит, там у кого-то сумочку вырвали. Вчера новое письмо пришло. Значит, больше мы не будем доставлять посылки вам к дверям. Раньше доставляли посылки с Амазона с того же. Прямо к дверям квартиры доставляли. Все. Значит, велели. Крым наш. Российский. А что, у вас какие-то сомнения? Андрей, вы что, с Украины? Чей Крым? Вы бабичева спросите. Он сейчас вам расскажет целую лекцию, что Крым неизвестно чей. А вот да вот то, а вот вот это. Сейчас начнутся там. И вообще Крым не должны были Украине передавать тубики. Но с этого Хрущева надо было к стенке сразу поставить. Крым всегда был наш. Наши предки за него воевали. Мои в том числе. Мои предки с кубанского атаманского казачьего войска воевали за Крым. Поэтому Крым наш. И даже зуб не точить на Крым. И то, что передавали и передавали его Украине, это было самое преступление большое. А спросите, сейчас бабичево, чем Крым? Он сейчас начнет вам волозить вот так между тремя стульями. Куда бы примаститься? Вот. Поэтому, так я не даже сказала. Пришло письмо, что Татарстан. Ну хорошо, я рада, что вы живете в Татарстане. Привет Татарстану. А я живу в Краснодаре. На Кубане. Так вот. Республика Россия. Крым мой личный. С прошлого четверга. Да, вот мастер Крым уже в себе приватизировал. Он с прошлого четверга мастеровский. Мастер, давай по рукам, а Кубань будет наша. Ну я, да. Поделим. Так вот. Пришел имейл, что больше доставлять посылки к дверям не будут, потому что крадут посылки. Ребята. О, сейчас я вам что-то зачитаю. Не хотела я в эту тему лезть. Хотела по новостям, но походу придется перейти в Телеграм. Я говорю, подпишитесь в Телеграм. Я тут такие перлы повыставляла. Вы сейчас просто попадаете. Я с группы иммигрантов, которые в Майами сидят, называется русскоязычные в Майами. Я выписала там эти, что люди пишут, посты. Вы просто не представляете, что там творится. Я говорю, посылки, да, посылки крадут, да, крадут. А тут люди пишут, что СОС, моя дочь принесла из сада в ШИ. Я даже представить не могла, что в такой развитой стране это возможно. Что делать? Эта группа называется «Поможем друг другу в Майами». Самая популярная группа русскоязычная в Майами. То есть, ребята, что удивляться, что в ШИ у них. Тут посылки крадут, машины. Кроме того, у меня подруги, я же записала видео, посмотрите. Крысы. В Америке крысы попадали с потолка. К ней пришли интернет менять. Квартира 2,5 тысячи долларов стоит. Пришел мужик, мексиканец, с потолки дырочку вырезать, чтобы кабель поменять интернетный. И у нее с потолка крысы попадали в квартиру. Вот. А тут эмигранты пишут про наши в ШИ, говорит. Я не могла представить, что в такой развитой стране это возможно. Так вот, мы будем сейчас сыну... Привет, ребята, кто пришел, посоединился. Мистер Геймер, приветик. Когда мы, значит, будем сейчас сыну менять эту квартиру, которая стоит 2 тысячи долларов, мы будем менять на другую, которая стоит еще дороже, мы будем перевозить из этого района. Потому что, извините, посылки крадут, людей грабят, машины скрывают, машины угоняют. Говорит сын, что закрыли спортзал. Был спортзал, за которым входит стоимость квартиры. Закрыли спортзал. Кто там? Вот у меня горячий ключ вода. Что вы там? Не верите, что я в Краснодаре, что ли? У меня вода, горячий ключ. Вот, и это самое... Соответственно, Америка просто валится, понимаете? Америка разваливается на части. И чем больше они будут вот этих вот безработных, ну, мигрантов запускать, чем будет хуже. Да, если они сейчас Украине еще 60 тысяч долларов пошлют, которые они требуют, Зеленский, я не знаю, чем это закончится. Ну, в общем, и вот этот Алекс из Далласа, он тоже забрал свою жену, забрал младшую дочь, и он уехал. Вот, и надеюсь, что мы с ним сделаем этот самый стрим или запись хотя бы. Дальше, вот смотрите, пишут в этой группе. Посоветуй те группы, где наши возвращаются после того, как подались на политику, обратно в Россию. Возвращаются обратно в Россию. Как правильно возвращаться? И что говорить по прилету, если спросят, где были полтора года? То есть, это вот эти мигранты, которые убежали из России в этот славный город на холме, который Бабичев расхваливает, что Америка же... Бабичев, как можно не видеть, что Америка просто балится, просто развалится? Как это можно не видеть? Я не знаю, это надо быть слепым и глухим, или я вообще не понимаю. Вот, и в общем, ребята поприезжали, попреходили через границу, попроскакали, значит, туда. Приехали, не смогли. Вот полтора года прошло, и все. Посоветуй те группы, где наши возвращаются после того, как подались на политику, обратно в Россию. Как правильно возвращаться, что говорить по прилету, где был полтора года. Вот, вот, и такие посты я вижу каждый божий день сейчас, каждый божий день. Люди, даже те, которые уехали, вот эти вот наши либералы, бегом назад бегут, бегом. А вот смотрите, вот очередной, значит, этот мигрант, который русскоязычный. Ну, тут мы не знаем, это может быть и украинец, это может быть и россиян, мы не знаем, да. Поможем друг другу во Флориде, группа называется. Только что отвалилась пломба, огромная дырка и очень болит. Медикал страховки нет, социального номера нет. Нет, социальный номер, это как у нас с НИЛС. То есть, без этого с НИЛСа, без этого номера, ну, вообще не двинуться, да. Вот они, вот вам реалии, когда ты переходишь через границу с Мексикой. Ну, ты перешел, ну, ты перешел дальше, это что? У тебя документов, ничего, как вы же собираетесь? Отвалилась пломба. Тут бы ей дурочки бесплатно вы сделали в любой больнице, да, государственной. Огромная дырка, очень болит. Медицинской страховки нет, социального номера нет. Если кто-то принимает на дому, любой совет приму. Живу в Холливуд. Холливуд это маленький городочек во Флориде, это не Голливуд, который Голливуд. Это городочек во Флориде. Или в какую больницу ехать? Я даже воду выпить не могу. 200 долларов мой бюджет. 200 долларов в бюджет, который сейчас есть на руках. У кого какие были ситуации? Если скажут лечение 2000 долларов, то просто не буду лечить. И что? Вот как вы будете с больным зубом? Вот болит у вас зуб, и что дальше вы будете делать? Это все по посту, ребята, в группе моей, в этом, Техас. Вот группа называется. Texas and Russia. Texas and Russia. Техас в России. Заходите в Телеграм и подписывайтесь. Я выкладываю там такие перлы. Дальше тут, значит, прикол был. Спрашивают. Вот опять очередные беженцы. Смотрите. Уезжаю домой. Как отменить кейс политубежища? Нахожусь три года в ожидании на собеседование. Спасибо за ответ. Вот человек три года. Ну, три года, как Байден пришел к власти, он открыл границу. Эти люди поприходили через Мексику. Без документов, без ничего. Три года ожидают кейс по политубежищу. Это значит, что у них нет вообще документов никаких. Нахожусь три года в ожидании на собеседование. Чем он работает? А еще вот я не выставила, но я обязательно в Телеграм брошу, ребята. Там было такое. Я во Флориде. Подскажите, где можно бесплатно спать на улице? Где меня не выгонят? Ему говорят, ну, если ты будешь там на лавочке, на пляже спать, тебя там полиция ходит, тебя там заметут. Вторые там говорят, а если я там на парковке буду там где-то спать? Они говорят, там тоже полицейские ходят, заметут. В общем, в итоге мы сказали ходить в туалет обычной магазины, типа Волмарта, а купаться, ходить в спортзал. Потому что вот и все, да, варианты. Дальше тут интересно, да. Вот тут такое сейчас смешное вам дам. Тоже в Майами. Поможем друг другу в Майами. Майами, группа, да, пишут. Люди добрые, может нам кто-то объяснить, почему на американских форумах, особенно здесь в Майами, так много злости и желчи? Мы переехали из Европы. Это уже наша четвертая релокация по работе. И нигде мы не встречали подобного хамства, бескультурья. Мы жили в Америке 20 лет назад. Америка была совсем другой. Кто ее развалил? Спасибо за рациональный ответ. С уважением, одесситы, да. Но тут интересно не сам пост, а мне понравились ответы. Но тут кто что написал? Некоторые ответили так. Потому что в Майами большинство неотесанные колхозники. Вот и все. Я жила 8 месяцев в Майами и сбежала. Другие пишут. Просто можно перестать ходить в русскоязычные группы. В англоязычных обычно отвечают по делу, а не с Тебом. Ну и здесь попадаются вменяемые персонажи. Бла-бла-бла. А вот этот ответ, этот ответ большинство лайков вызвал. Вы видите, ни одного смешка, ни одного улыбочки злой, а именно лайки. Потому что люди тут в депрессии. Работы мало. Платят мало. Цены космос. Своё жильё уже не купить. И по сути процентная ипотека около 8%. Кругом зависть и злоба. Плюс огромный висяк очередей по всяким кейсам на легализацию. Вот это топ. Ответ топ. Это то, что на самом деле происходит. Дальше вот ещё вам сейчас дам. Бабичеве развалил. Бабичеве развалил. Ещё. Пишет парень. Работал дальнобоем. Вернулся в Майами из очередного рейса. Был сильно разочарован городом. Машин стало какое-то запредельное количество. Дороги перегружены. Везде пробки. Причём трафик какой-то заторможенный. Город стоит в пробках. В любом другом мегаполисе тоже дороги загружены. Утром трафик движется. Здесь он стоит. В Атланте, в Лос-Анджелесе, Чикаго. Какое бы ни было количество машин, перекрёстки перед светофором, когда загорается зелёный, проехать успевают все. А тут, наверное, пишут. Вы, наверное, тоже писали, что это сообщение за рулём. 50% водителей сидят в телефонах во время движения подсюда из-за торможенности. По сравнению с трафиком в Лос-Анджелесе, Майами тихо курят в сторонке. На самом деле, да, трафик по Лос-Анджелесе тоже ужасный. Вот. Ну, в общем, ребята, я вам что хочу сказать, что не так всё радужно, да? То есть, народ сваливает вообще-то из Америки со всех ног. Это только Бабичев у нас, только вот он и его вот это вот еврейское там общество, которое сидит, до сих пор считает, что в Америке прекрасно жить и в Америке всё прекрасно. На самом деле, вообще это всё близко не так. Вот. Бабичев разумеет. В Рязани грибы с глазами. У них в Майами на Кавказе машины вообще не закрывают. Но вот. Так что вот такие как бы новости у нас американские, да? Правда, это жиртрест, который я не успела как бы не закончили мы рассказывать про жиртрест. Почему люди такие толстые? Понимаете, кроме того, что продукты, да, самые дешёвые, вот эти продукты, которые люди могут есть, вот такие вот жирные люди, они могут есть, позволить только самое дешёвое. То есть, это будут там всякие пиццы, всякие там бургеры и так далее. Всё. Кроме того, что в этих бургерах куча гормонов, куча этого ГМО вот этого, вот, куча антибиотиков, всякой фигни, то есть, будут переть от этих бургеров, просто на них посмотреть, что тебя уже попрёт. А покупать огурцы, помидоры и там всякую какую-нибудь зелень, даже органическую, это дорого. Но на самом деле, даже она, даже эта клубника американская, она близко не стояла здесь рядом, то, что я покупаю на рынке. Даже пусть это будет египетская клубника, она всё равно вкуснее, а уже про нашу местную, а летом это вообще просто пахнет, и руки там неделю пахнут этой клубникой, да? Там зелёный горошек, абрикосы, крыжовник. Боже мой, такая еда. Меня вот сегодня подружка спрашивала, она говорит, ты хочешь поехать в Америку навестить родственников? Я говорю, ну, родственникам, как бы я скучаю, но я думаю, пускай они сюда едут. У меня никакого желания нет в Америку, мне же придётся есть американскую еду. А почему разрешаю такую гадость кормить вот этих толстунов, да? Потому что вся индустрия медицины, фармацептические, фармаэкологии и госпиталей вся завязана на вот этих толстунах. Уже толстые люди, у них повышенный инсулин, у них у всех этот, как его, диабет практически у всех, да? И всякие там сердечные заболевания, куча всего. Поэтому выгодно промышленности пищевой кормить людей плохо, чтобы они потоком шли в госпиталя. Агентская капиталя гребут бешеные деньги за вот эти все, как бы, болезни. Вот. И страховые компании на этом наживаются тоже. Вот так вот, ребята, капитализм работает, соответственно, в Америке. Вот. Ну, я думаю, что мы сегодня, как бы, долго с вами так уже посидели, да? Да, уже почти 11 часов. Наверное, как бы, такие новости основные мы обсудили. Бабичев зашел нам тут, пытался, как бы, нагадить, но в итоге получил сам по щам, да? По щам получил. Ой, посмотрите, меня пугать, я приду тебя засажу за клевету. Ой, в Америке за клевету кого-то. Вон этого, как его, Трампа. Трампа уже засудили вообще за то, чего он не совершал. Миллионы какие-то ему присудили. И он ничего сделать не может. То есть, американская система правосудия, она вообще не работает. Куда он там еще собирается? Тоже Турция, Эфиопия. Да, турецкие, но турецкие продукты, это все равно не американские продукты, понимаете? То есть, даже турецкие продукты. Но на Кубани много своих. У нас очень много теплиц здесь и очень много местного. Потом мандарины всякие тут из Абхазии привозят, из Грузии привозят мандаринки, да? То есть, можно выбрать там турецкие мандарины или абхазские мандарины. Но это, понимаете, другой вкус совсем. То есть, когда я ела мандарины там, допустим, калифорнийские, вкус вообще не тот. Мандарины уже не пахнет, там настолько все уже искусственно. Тут все-таки есть и земля еще плодородная, которая родит, да. А весна начинается, у нас все, в станицу поедет, там все, картошечка своя молодая, порыли там, достали молодую картошечку. И у меня у родителей сад большой, там этих черешин просто миллион. И шелковица там у них огромная, черешня желтая и красная такая, клубники, плантация. Ну, на Кубани вообще все есть, ну, все у нас, абрикосы, яблоки, чай, вишни, все-все-все есть. Вот, и климат, кстати, на Кубани тоже шикарный. Грузия закрыта. А закрыта, не закрыта, ну, какие-то мандарины возят. Ну, наверное, абхазские, наверное, абхазские, может, не грузинские, абхазские. Да, ну, турецких тоже очень много мандарин, тоже, кстати, очень вкусные. Мне устраивают турецкие, мне почему нет. Вот. Вопросы еще какие-то, если есть, пишите, если нет, то на сегодня заканчиваем. Готовьте вопросы на следующий раз. Ну, Бабичев, пришел еще и на нас, это, наплевал, что. У вас маленький, у тебя мало людей на стриме, у тебя никто не смотрит. А что ты пришел? Зачем, зачем Бабичев пришел на нашу маленькую посиделку? Ну, непонятно. Никак пройти мимо не можешь. Чтобы он хоть один стрим не прошел, такого не бывает. И на себя тут же перетянет, да, перетянет сразу же на себя. Слушайте, в Татарстане, этот, вы, извините, но Казань у вас, насколько я понимаю, там просто сейчас, мне вот, кстати, парикмахер, парикмахер сказала, что она была недавно в Казани, и там под Казанью называется, этот, инфоцентр есть такой, или инфоцентр, или инфо, что-то инфо. Там какой-то университет для детей, какой-то там шикарный университет, она мне видео показывала оттуда, вот в этом вот, для детей, какой-то студенческий городок, там где-то под Казанью, или самой Казани. Она там показала видео, там просто в Америке рядом не стояло, настолько там все такое хай-тек, все для этих детей сделано, там какие-то технологии, какие-то там безумные, они все это, значит, там вырабатывают, общежития какие-то шикарные, там где-то студенческий городок, это все в Казани. Вы, кстати, смотрели это «Игры будущего», я даже послала своей семье всей, в Казани открывали эти «Игры будущего», приезжал этот президент Казахстана, приезжал батька, приезжал, наш, конечно, красавчик, Путин выступал, и там такое шоу они устроили, там как-то там вот эти вот цифровые игры, да, геймеры вот эти вот, они с обычным спортом, то есть тут и спорт, это все как-то одновременно переделают, то есть они часть делают обычные спортивные вещи, остальные там как вот с играми связаны с такими, вот дроны там, танки какие-то там водят дистанционно, в общем, и такое устроили, в общем, это Россия первая придумала, в Казани это все прошло, я просто была в шоке, перевели, кстати, на многие языки, и я видела, даже BBC транслировала эту прямую передачу с этих игр, я, кстати, на BBC и увидела, что идет трансляция, прямая трансляция этих игр была, и этот самый, я даже послала своим всем, всей своей семье, и вот этот, ну, этот жених моей дочери, да, он вообще в шоке был, он говорит, я про это когда услышал, что такие вот игры делает Россия, я, а да, Инополис, вот-вот-вот, вот это вот оно и есть, да, Инополис, так что, ну, что Татарстан, что он, у вас вон целый Инополис есть, там просто шикарно, вот, я хочу, кстати, своего сына свозить туда, показать, может, ему понравится больше, чем в Москве учиться, может, в Инополис, потому что МФТИ у нас номер один стоит, а Инополис, он про него еще не знает, но я хочу ему показать, может быть, еще в Инополис его отврать, потому что он настолько изобретательный, у него просто изобретение кипит, он кипит изобретениями, его надо куда-то в такую сферу отправить, где он сможет такие изобретения применить прямо в нужное русло, он же инженером, он заканчивает на инженера, и у него именно вот мысли, как вот запатентовать изобретение, поэтому, мне кажется, ему, да, вот в Казань надо обязательно, наверное, его, думаю, отправить. Что Мишура, как народ там живет, а что, я видела кучу видео, как народ живет, народ доволен, это как в Краснодаре сказать, да, ой, гляньте, как в Краснодаре живет народ, и я живу с этим народом, который весь богаче меня, не больше денег, чем у меня с Америки, понимаете, то есть народ здесь жил, развивал бизнес, получал хорошее образование, зарабатывают очень, ну, все мои друзья состоятельные люди, не вылезают с круизов, не вылезают с Мальдив, кстати сказать, тоже ходила, вот я на днях к косметологу, да, делала себе вот этот, ну, на лицо там всякий пилинг или что-то там, и мне вот эта вот женщина-врач, которая делала мне этот пилинг, она мне говорит, что, вы знаете, две недели меня не будет, приходите ко мне через две недели, потому что мы с мужем уезжаем, и с дочкой мы уезжаем на Мальдивы. Ну, так что, вы извините, но в Краснодаре, как бы тоже по-разному живут, я не могу сказать, что все живут бедно и плохо в Краснодаре, то есть есть люди, которые летают на Мальдивы, а я говорю, вы первый раз летите, она говорит, нет, мы туда все время ездим. Вот так вот, дети моих друзей учатся, ну, в дорогих вузах, одна в Швейцарии отучилась, вернулась уже, второй в Лондоне сейчас девочка учится, но она вернется сюда, вот, родители платят. То есть родители, которые в Краснодаре имеют бизнес, они платят за свои детей, которые учатся в Англии и в Швейцарии. Ну, я, поэтому, ну, я понимаю, что и в Катарстане, наверное, кто-то зарабатывает, ну, мало, а кто-то и много зарабатывает. Ну, в процентном соотношении, я этих людей помню 20 лет назад, мы все начинали там, после университета студентами, да, и все добились успеха. То есть я уехала замуж, ну, у меня семья, я считаю, это мой основной успех, мои дети, это мой основной успех, вот, а здесь люди остались в Краснодаре, и они заработали здесь состояние себе. Вот, так что я не знаю, Андрей, да, который вот жалуется, вы знаете, я уверена, что мои друзья, если бы они жили бы в этом, в Казани, они бы в Казани бизнес бы развивали и зарабатывали бы там состоятельные, большие деньги. И вот, я говорю, вот женщина-косметолог, у которого я только что была, они с мужем, вот, они завтра улетают на Мальдивы, я только могу через 2 недели к ней прийти на прием, когда она вернется через Мальдивы. Вот. А потом хотела, кстати, сказать, когда я с дочкой езжу, у меня муж и сын, они не любят Мексику, они жаркий климат не любят, они лыжные, любят на лыжах кататься. А мы с дочкой, мы пляжные, мы любим на пляж, и мы ездим на Карибы, и я вам хочу сказать, что сколько я стала видеть там россиян. Россия, они прилетали, когда, тем более, визы отменились в Мексико, Москва, Пунта-Кана, Москва, Канкун, полно, вот на пляже плаваешь в море, и у нас с этой стороны русскоязычные, слышу, кричат там по-русски, с этой стороны русскоязычные. Полотеля русскоязычных. То есть у людей есть деньги, ну не просто русскоязычные, а россияне. У людей есть деньги, которые зарабатывают достаточно денег, чтобы ездить, путешествовать и в Мексику, и в Канкун, и так далее. То есть не надо говорить, что тут прям все такие несчастные. Я тоже в Краснодаре не нашла работу, вот я честно говорю. Я искала, я не нашла. Но тем не менее люди работают, зарабатывают деньги, ну как бы как-то либо свои бизнесы, либо образование. Но в моем кругу все очень состоятельные, все очень успешные в Краснодаре. И даже, говорю, мой брат, который фермер, родители, которые фермеры, они очень удачно на фермерстве зарабатывают. То есть у них своя земля, своя техника, они выращивают каждый год там определенные урожаи. И они, ну у них все есть, у них все есть. Брат вообще каждый год машину меняет, как бы никаких проблем нет. Вот, так что не надо негативно, да. А вон Бабичев, смотрите, он в Америке живет. И что, если бы не этот вот видео YouTube, на котором просладывался только благодаря тролле украинцев. У него денег нету, то есть его, видимо, весь основной заработок – это вот эти донаты и то, что YouTube ему платит за его YouTube-канал. У меня с утра YouTube-канала не будет, у меня в жизни ничего не изменится. Я как зарабатывала, так и зарабатываю, да. А Бабичев, наверное, сразу, это самое, его материальный статус пошитнется очень сильно. Вот, ну, ребята, давайте заканчивать. Вот, все равно у нас 10, да, как бы спасибо всем, кто пришел, всем, кто был. Я вас всех обожаю, нас мало, но мы в тельняшке. Рада, что вы меня поддерживаете. Вот мастер пишет, у меня знакомый есть, получают как инженерство 40 тысяч. Ну, меня вот в Москву звали, да, компании российские, там фармацевтическая компания была российская. Они предлагали от 200 тысяч рублей, да, от 200 тысяч, то есть от 200 до 300 тысяч фармацевтическая компания. Но, говорю, у меня в Москву ничем не заманишь. Я свой Краснодар не брошу никогда. Россия YouTube не платит. А Андрей, у него куча подписчиков, которые живут в США и на Украине. Не забудьте, как вообще Бабичев стал популярен. Бабичев стал популярен, его про... Рекламировали украинские блогеры, понимаете? То есть он стал популярен сначала в украинской среде. Он когда открыл канал, и его первое самое видео, посмотрите, он когда открыл свой канал, он сказал, что он был по всем украинским каналам. Его разрекламировали все украинские блогеры. И когда он записал первое видео, у него уже было сразу куча подписчиков, потому что его уже знали, Бабичева, благодаря украинским каналам. Вот. То есть украинцы монетизированы. То есть если его смотрят украинцы, я уверена, что его очень много смотрят украинцы, особенно после того, как он стал сообщать, что он не пророссийский блогер, то и жена у него украинка, я думаю, у него очень много подписчиков, украинцев. Не знаю, белорусов монетизируют или нет, но украинцев монетизируют. Всех с бывшего Советского Союза, все монетизированы, кроме России. Ну, если у него 250 тысяч, 100 тысяч просмотров, из них, допустим, половина россияна, половина с СНГС, но с бывшего Советского Союза, то он вполне нормально монетизируется. Я думаю, минимум он тысяч 5 долларов в месяц зарабатывает. Это при условии, что россияне не монетизируются. Я думаю, не меньше. Платят наши бренды, если размещать их рекламу в своих видео. Это тоже способ. Ну, вот Алекс Брежний. Вот Алекс Брежний, вы видели, у него реклама идет Альфа-банка. Вот Алекс молодец. Вот Алекс мне нравится. Понимаете? Ну, вот он, конечно, видите, у него немножко однобока в том плане, что он видит, ну, совсем уж плохой образ жизни. Поэтому он видит совсем все плохо. А Бабичев типа того, что вообще все хорошо. Я вижу как бы и хорошие, и плохие. То есть я считаю, что у меня позиция объективная. Я вижу это и это. То есть у меня я вижу и успешную сторону людей, кто успешно живет в США, допустим. И те, кто там совсем как вот такие вот, как Алекс Брежний в дальнобой, которые не могут выкарабкаться никак в Америке. И таких я вижу. А Бабичев живет в каких-то в мире розовых слоников, голубых и пони каких-то. Вот так. Но деньги он зарабатывает на Ютубе однозначно. То есть я говорю, вы отнимите россиян, но весь остальной. Там все Казахстаны, эти же таджики, да? Там узбеки, туркмены, украинцы. Вот белорусы под вопросом монетизируют белорусы или нет. Может быть даже белорусов и так и монетизируют. Вот то есть евреи все, которые в Америке его смотрят. Вообще куча иммигрантов американских, которые в Америке сидят, его смотрят. С Израиля его смотрят. Я думаю, все нормально у него. Алекс Брежнев стал плохо работать. А чего он стал плохо работать? Нормально он работает. Ну, конечно, тяжело, наверное, на фуре ездить. Но просмотров у него сейчас очень много, у Алекса Брежнева. Контент у него годный. То есть интересно смотреть. Вообще как бы позитивно. Женился на москвичке. Да, наш человек. Ну, что вы. Он всегда был пророссийский. Всегда. Не как Бабичев, который на трех стульях сидит и не может определиться, куда ему еще сесть. Вот. Мастер пишет. Я рад только, что далеко не все такие наивные, живущие в воображаемом мире литералов. Наверное, либералов, да? Если они довольны тем, там, где они сейчас, то Бог с ними. Лишь бы они нервы не трепали своими паникерством и бредом. Да, я согласна. Я согласна. Вообще, вы видели, что уже несколько приехало семей. Вот есть австралийцы переехали в Россию. Они на английском ведут блог свой. Потом сейчас вот канадская семья переехала. Если вы не видели еще, то я запишу видео про них. Вот. Потом вот этот у меня было несколько роликов вышло с Тимом Кирби, который строит вот эту вот деревню, да, американскую деревню под Москвой. То есть у него, я заходила к нему на стрим, и очень много американцев и канадцев. У Тима бывает по 200-300 человек. Они прямо звонят. Можно позвонить ему напрямую на стрим. Не знаю, как он это делал, какая-то функция есть, что звонят. И он с ними разговаривает. Может быть, эта трансляция идет в Телеграме параллельно. Они ему звонят, и они интересуются действительно переездом в Россию. Причем конкретно американская семья. И муж и жена американцы. Как получить гражданство российское. То есть, понимаете, люди, которые поумнее, ну, как я, эти люди, они, значит, понимаете, они глаза открыты, да. И вы понимаете, что... Я смотрю же американские, американские каналы новостей. Американские каналы рассказывают каждый день сокращение, закрытие бизнесов, увольнение. Эти бедные такие нищие, которые валяются уже на земле везде, наркомания. То есть, столько наркотиков попривозили. Ну, вот эти ЛГБТ, которые уже натягиваются на голову, деньги, которые на Украину отправляются. Инфляция, цены поподнимались на все. То есть, разваливается страна просто конкретно. Я еще удивлюсь, если не будет каких-то военных действий вообще. И при этом все дети говорят, да нет, все едьте к нам в Америку, тут так классно, тут миллионы, деньги на... Вы уже видели, я уже вам читала, вот, о том, что пишут люди, которые приехали в Америку. По два года, по полтора попросидели, а теперь... Подскажите, как нам вернуться назад, что нас просят на границе, что нам говорить на границе. То есть, приехали, наверное, деньги потратили, которые они из России привезли, из нищей России, путинской России. Наверное, попродавали свои квартиры, попривозили кучу бабла, потратили все эти деньги на зэке три года в Америке, без работы, без ничего, и теперь назад поджав хвост, поскакали. Может, тебе эскортника заказать? Это опять Бабичев. Бабичев, ты никак не уйдешь. Он мне все время предлагает эскортника заказать. Я все время говорю Бабичеву, что в таком возрасте, Бабичев, тебе уже сколько? 55, делай 60. Я ему говорю, что ему нужно задуматься о душе, о высоком, понимаете? Бабичев, тебе надо уже подыскать, может быть, на кладбище присмотреть участочек какой-нибудь, гробики уже какие-то присмотреть. Ты уже думай о будущем, уже о духовном, понимаешь? Надо думать. Сходить в свою синагогу, помолиться, понимаешь? А у тебя эскортники и секс до сих пор. Бабичев, а что это за секс? Вот так и сказать, подумать. Если мужчине в Америке, где гормональная еда, где плохое питание, если он работает на физической тяжелой работе, за рулем все время сидит, или прораб, 55+, вы думаете, он сексом может заниматься? Сам по себе. Бабичев, ты на Виагре, признайся. Он, наверное, на Виагре, да? А Бабичев, ты знаешь, что Виагра, она опасна для здоровья, потому что от Виагры могут быть сердечные приступы. Поэтому, Бабичев, ты бы с Виагрой поосторожнее, и я бы на твоем месте, ну, уже вот эту вот сторону жизни сексуальную начал бы отодвигать бы на вторую. Потому что ты уже не молодой мальчик. У молодого, наверное, еще от Виагры сердце не становится, а у тебя сердце может уже, это, крякнуть Бабичев. И поэтому, кстати, ребята, повторяю, что Бабичева фамилия не Бабичев, он не Бабичев. Бабичев, он, видимо, по жене, потому что YouTube мне прислал полностью все его данные, для того, чтобы я могла в суд на него, видимо, подать. То есть он живет, ну, не живет, а зарегистрирован. Он, видимо, свалил в Нью-Джерси, но зарегистрирован он у нас в Бруклине, там, где живет еврейская комьюнити. И фамилия у него не Бабичев. То есть тот самый не Бабичев. С Бруклина. Мы гуски, мы гуски, Дуг-Дуга не обманываем. Псевдоним, да? Псевдоним. Нет, еврей по жене. Украинец. Так, все, опять Бабичев. Я тебе предлагаю... Он мне предлагает... А что ты мне предлагаешь, Бабичев? Подождите, не расходитесь, Бабичев опять что-то тут нам пишет. Я же тебе предлагаю, выглядит как у тебя хронические... Да, у меня хронические. Бабичев же у тебя же... Ты же знаешь, у тебя же, видимо, у жены хронический это самое... Не да вот это, да? У твоей жены, видимо, ты же знаешь, как оно выглядит, да? То есть ты, судя по женщине, можешь определить. Бабичев-то... Я к тому, что, Бабичев, у тебя сексуальная озабоченность, ты поосторожней с этим делом, на Виагру не подсаживайся, потому что это все дело пахнет керосином. Так, ребятки, на этом будем заканчивать. Давайте меня уже скрываем. Всем спасибо за стрим. И до новых встреч. Поставьте лайки, все, кто не поставил, пожалуйста. Вот. Всем люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok